Спецвыпуск русских новостей посвящен выступлению Константина Ивановича Ершкова, ветерана боевых действий в Сербии и в Приднестровье, который рассказывает, чего следует опасаться ополченцам, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, которые будут выходить из этой зоны. Он хорошо это знает по опыту сербскому, по опыту приднестровскому, поэтому давайте послушаем его и внимательно отнесемся к тому, что он сказал. Я вам должен сказать о ситуации, которая складывается с полевыми командирами не только на Донбассе, но и аналогичные ситуации были в Приднестровье, аналогичные ситуации были и в Боснии и Ерцеговине. Есть, к великому сожалению, некий такой алгоритм гибели этих людей, такой, дай бы сказать, даже добровольческий алгоритм. Ведь люди едут туда, едут в места боевых действий не только по зову сердца, да, по зову сердца тоже, и для исполнения своего, я бы сказал, гражданского и воинского долга. Но с чего это начинается? Начинается с того, что из мест вооруженных конфликтов приезжают люди, которые просят нас приехать с просьбами, ну, своего рода с приглашениями. Это было и когда начались бои в Приднестровье, к нам приезжал так называемый женский, терраспольский запастком. Приезжали красивые женщины из Приднестровья и просили нас приехать и помочь. Помочь непосредственным участием в боевых действиях. Они говорили, гибнут их мужья, гибнут сыновья, члены семьи. И вот мы выезжали туда, вот, ну, во всяком случае, первая волна добровольцев выезжала по зову этих людей, ну, терпящих вот такое, надо сказать, бедствие, серьезное бедствие. На самом деле гибли родные люди. И вслед за нами шла еще волна, вторая, третья. И вот добровольцы приезжали и помогали этим людям, людям в Приднестровье, впоследствии сербам помогали, непосредственным участием в боевых действиях. Гуманитарная помощь тоже нужна, но тогда, вот, которую сейчас оказывают, она тоже необходима, конечно. И перевязочными материалами очень необходима, так называемыми средствами фронтовой хирургии, вот они так называются. Но это было потом. А мы выезжали помогать именно вот непосредственным участием в боевых действиях. И когда вот эта помощь уже состоялась, когда мы внесли свой небольшой скромный вклад в оборону Приднестровья, и когда уже ситуация достаточно прояснилась, то, к великому сожалению, ну, вот такая закономерность здесь, от добровольцев начинают избавляться. Так или иначе, но начинают избавляться. Особенно избавляются очень энергично от таких харизматических личностей, от харизматических людей, вот какими являлся и Беднов, какими являлся и Мозговой. Это люди чести. Это люди, которые могут организовать, ну, большую массу людей, и подчинить ее себе, и направить вот именно на такие эффективные боевые действия. Ну, скажем, у того же Мозгового было подразделение, которым сопоставимо и по вооружению, и по численности с армейским батальоном. Порядка 600 человек. Это был ярко выраженный, это был ярко выраженный харизматик. Вот он погиб, к сожалению. Ну, вот так вот, опять же, вот этот алгоритм, он состоит и из того, что таких харизматиков, как Мозговой, как Беднов, которые стоят на своем, это люди принципиальные, люди просто героического характера, от них избавляются вот таким недостойным совершенно образом, то есть физически их устраняют. И подразделение остается без своего командира, и оно распадается. Вот, к сожалению, так. Когда мы воевали за республику Сербскую, и уже отвоевав контракт, и там, и там был, и в Приднестровье контракт был, контракт был и в Республике Сербской, иначе вас, если вы не заключаете контракт, то вас не ставят на довольствие, вы не получаете оружия, не получаете оружия. Не стрелковые, тем более тяжелой боевой техники. Вот у нас была ракетная установка «Алазань» в Приднестровье. Установка это городобойная, и ракеты городобойные, но на них, на «Алазаньях» у нас стояли бронебойные боеголовки, а на «Кристаллах» и дальность полета ракеты превышала дальность полета дивизионного миномета «Катюша». 14 километров дальность полета была, стояли фугасы. То есть, не заключив контракт, мы бы такого вооружения не получили. Ни в коем случае. И вот после того, когда ситуация уже достаточно проясняется, когда мы внесли небольшой свой скромный вклад в защиту Приднестровья, и уже пришли люди, которые, знаете, в свое время даже люди, жители Приднестровья были, которые уехали. На время боевых действий они покинули Приднестровье. Кто уехал на Украину, кто в Молдову, а кто и подальше, кто в Россию, кто дальше за границу. А потом они стали возвращаться. И уже ситуация, когда ситуация прояснилась. И вот к нам руководство Приднестровской республики стало относиться с некоторой настороженностью, даже с некоторым, так сказать, испугом. К нам вот мы никому не угрожали, но тем не менее вот такая настороженность к нам возникла. И уже наступает такой момент, когда добровольцев начинают отделываться, начинают как-то создавать им такие условия, которые заставляют уезжать людей, возвращаться домой, скажем, ну покидать вот эту замечательную республику, Приднестровскую, Молдавскую республику, как она полностью называлась. А тех харизматиков, вот таких людей, такого порядка, как Мозговой, как Беднов, устраняют. Вот к великому сожалению. Я это вам говорю для того, что вот, к сожалению, да, вот такие моменты очень такого драматического свойства, но тем не менее они присущи добровольческому движению вот на тот момент, когда ну уже нужда в этом движении, в этом добровольцах отпадает. А когда мы вернулись из мест боевых действий в республике Сербской, отвоевав опять же контракт, воевали сверх контракта за так называемую чербу, то есть за похлебку, ну и объяснил вам, что без контракта там невозможно было воевать, ни оружие не получишь, не поставить на довольствие, вообще никто не будет, сказать, с тобой общаться самым таким серьезным образом, а любая партизанщина пресекалась самым решительным и бесповоротным образом. И хорошо, если такому партизану объяснят, что он неделом занимается и предложат ему покинуть эти места или заключить контракт. Это ему очень повезет. Но если он будет партизанить очень настойчиво и с оружием в руках, то будет открыт, ну по нему открыт, огонь на поражение, и эпопея этого добровольца такого, печально заканчивается. И так после того, как мы отвоевали в республике сербской и уже вернулись в Белград и пришли на улицу Машепияд, вот там такая улица, где вот эти добровольческие отряды собственно отправлялись уже в места боевых действий, то нам ответили, нам сказали так, как говорили в свое время воинам-афганцам, которые вернулись в Россию после так называемых демократических преобразований. Тамошние либерал-демократы сказали нам, а мы вас туда на позиции не посылали. То есть вот и так таким образом заканчивается вот ну биография людей вот в тех местах, куда они приезжали защищать. я сразу должен сказать, что мы сразу должен сказать, что мы нисколько не сожалеем о том, что выезжали в места боевых действий и в Приднестровье, и в Боснию, и в Герцеговину, и принимали участие в боевых действиях. Мало того, мы считаем вот это время, проведенное там, и в Приднестровье, и в Боснии, лучшим временем нашей жизни. Я это вам говорю совершенно ответственно, вот не оборачиваясь на те, будем говорить, несколько, так сказать, ну, мягко говоря, некорректные поведения принимающей страны, стороны принимающей стороны, которая имела быть и в Приднестровье, и в Боснии. Теперь это я вам говорил, я вам говорил это не случайно, в связи с гибелью и мозгового, и бедного, вот тех людей, которые еще, сейчас, видите ли, вот эти локальные войны, мы видим, как они перерастают в войны уже в такую большую мировую, третью мировую войну. Вот недавно господин Яценюк, премьер-министр Украины, посетил Соединенные Штаты Америки, выступая перед тамошним, выступая перед тамошним нашим политическим эстеблишментом, призвал американцев, призвал так называемое мировое сообщество к полномасштабной мировой войне, к полномасштабной войне против России, против России. Надо сказать, что третья мировая война уже идет, пока она проявляется вот в таких локальных военных конфликтах, это и Абхазия, и Северная Осетия, Приднестровье, и Республика Сербский Краин, вот сейчас Украина, Донбасс. Третья мировая война соратники, это если ее как-то обозначить в таком масштабе, будем говорить глобальном, то это не что иное, как наступление галактического интернационала на автохтонные народы земли и в первую очередь на русский народ. Сейчас же, дорогие друзья, вот идет и не только сейчас идет это особенно такой мощный такой сатанинский просто всплеск, всплеск такой уничтожение, уничтожение русского цивилизационного кода, вот этот всплеск такой мощной такой сатанинской силы состоялся в 1917 году. И вот уничтожение русского цивилизационного кода продолжается и в наше время. И третья мировая война, которая на самом деле на пороге у нас с вами, она вот на пороге такая полномасштабная, ее никто не хочет. мы ее не хотим, уверены, вы ее не хотите, но тем не менее она вот скоро станет уже такой, к сожалению, реальностью, уже стала, уже стала. Это война в Донбассе. Да, конечно, мы находимся сейчас в состоянии войны, и многие это ощущают, просто война сменила свои формы от фронтовых операций, массовых бомбардировок, массовых движений войск, перешли к другим методам, прежде всего атака на мировоззрение людей, атака на наши мозги, превращение нас во врагов своего собственного отечества, в тех, кто свои собственные национальные интересы не ощущает и начинает обслуживать чьи-то чужие интересы. Об этом как раз говорит Константин Иванович Вершков. И локальные войны являются формой ведения этой войны. Это ведь не колоссальные потери, которые несли, например, даже в войнах с Наполеоном, когда в течение одного дня могли погибать сотни тысяч людей, как это было на Бородинском поле. Это, конечно, не битва под Москвой, где каждый день были потери по 10 тысяч человек, а при штурме Берлина 15 тысяч человек теряла наша армия в течение одного дня. Это огромные потери. Конечно, ни в какое сравнение война в Новороссии с войнами подобного масштаба не идет, но тем не менее локальная война это форма ведения современной войны, современной мировой войны. Ведется информационная война, мы это прекрасно видим. И мы видим еще, что у нас нет суверенного правительства, которое действовало бы в наших интересах и которое вело бы информационную войну против наших врагов. Оно ведет войну прежде всего против нас, чтобы дальше оставаться у власти. Поэтому лжет беспрерывно. И вот эта война против нас продолжается уже в течение многих лет и выросло целое поколение, у которого мозги загажены кремлевской пропагандой. И дело не в том, что здесь слово Кремль каким-то образом обозначает нашу государственную святыню. Дело в том, что Кремль захвачен врагами нашего отечества. Они вещают оттуда, можно сказать, кремлевской пропагандой. Это вещание олигархического режима через все без исключения средства массовой информации. Нет ни одного независимого, ни одного. Поверьте, я надеюсь, что с этим согласны практически все, кто смотрит сейчас русские новости и даже те, кто не смотрит, потому что ощущают поток лжи. Но, к сожалению, эта ложь усваивается вопреки тому, что мы бы хотели. Поэтому мы должны отвечать своим потоком правды на ту ложь, которую каждый день продуцируют вот эти скрытые центры лжи, которые работают профессионально, работают с нашим сознанием и превращают содержание этого сознания в месиво лжи и правды, где уже не найти концов, где уже не понять ничего. Мы должны просто вырвать эти электроды из своих мозгов и постараться увидеть мир таким, каков он есть. Все-таки сохранилось достаточное количество людей, которые могут здраво смотреть на то, что происходит вокруг, здраво все оценивать, и если они смотрят телевизионные передачи к делгуд, на них это ложь не действует. И вот этих людей надо слушать. Я надеюсь, что и русские новости тоже являются такой формой противодействия к мировой войне, в которой соучаствуют не только мировые СМИ, но и российские СМИ, которые несут нам обман, дезинформируют нас, обманывают и ориентируют совершенно не в том направлении, в котором мы, граждане России, должны действовать. Мы понимаем, что сейчас современный мир это не столкновение между нациями. Ну, вы посмотрите, война в Новороссии. Это война людей одной и той же культуры, одного и того же языка, одной и той же исторической памяти. Это, по сути дела, война между родственниками. Разве это война между нациями? Нет, война между нациями уже прекращена. Идет война между олигархией и суверенными нациями. Мы себя, граждане России, уже не ощущаем суверенной нации, как-то уже начали сдаваться, и уже считаем, что ничего восстановить нельзя. Но между тем, покуда мы считаем себя русскими, пока мы помним, откуда мы происходим, и пока мы помним свою историю, мы все-таки можем сплотиться в политическую нацию и оказывать сопротивление олигархическому режиму. Для нас одинаково враждебна олигархия американская, или украинская, или российская. Это одинаково наши враги. Все они являются нашими врагами. И для нас одинаково друзьями являются все те, кто признает существование русского народа, уважает и уважает нашу историю, культуру, считает себя русским, или по крайней мере славянином. Все это должны быть наши друзья, и мы должны прекратить конфликты между ними, сплотиться вместе, для того, чтобы уничтожить сначала олигархию, которая действует на территории Российской Федерации, или на территории Украины, а потом постараться помочь другим нациям вновь обрести суверенитет. И тогда они тоже будут нашими друзьями, и мир избавится от всех причин той мировой войны, которая ведется сейчас, сплоченной олигархией против разобщенных национальных сил по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин